Маргариту Суханкину многие знают в роли советской и российской эстрадной, а также оперной певицы. Правда, её биография на протяжении длительного времени находилась под самой настоящей завесой тайны. Композицию исполняла она, а представляли другие певицы. Поэтому вокруг артистки ходило много слухов. И сегодня её творческие работы волнуют поклонников, а сама певица способна удивлять своим жизнелюбием кого угодно. Появилась маленькая Рита в семье, где родители были инженерами. Жили они тогда в Москве. К сожалению, семья не была обеспеченной. Поэтому девочка часто донашивала вещи за старшим братом. Когда малышке исполнилось всего 4 года, её отдали в хор. А чуть позже она сама стала солисткой. Через какое-то время она пошла ещё и учиться в музыкальную школу. В 1975 году Рита стала участницей детского хора на всесоюзном радио. Управлял проектом Виктор Попов. А Суханкина вновь стала солисткой. Они объездили с гастролями многие республики СССР. Чуть позже даже выехали за границу. Также Риту показывали по телевизору. Получив школьное образование, Рита поступает в Московское музыкальное училище. После его окончания она пыталась поступить в консерваторию, так как давно об этом мечтала. Но её дважды настигала неудача. Но потом всё получилось. Как только она получила диплом, начала карьеру в качестве оперной певицы в Большом театре. Среди её работ партия Ольги из произведений Евгения Онегина, Керубина из постановки Женитьба Фигаро. Когда Рите исполнилось 14 лет, она начала записывать композиции со своим лучшим другом по имени Летягин Андрей. Её вокал стал звучать в композиция группы под названием Зона активности. Позже она спела ещё три песни. Звёзды нас ждут, видео и даже эта ночь. Её прекрасный голос присутствовал в первом альбоме известной в то время группы Мираж. Кроме Суханкины, над альбомом работала ещё и Гулькина Наталья. Правда сама Суханкина воспринимала свои работы в качестве весёлого времяпровождения и не брала за них деньги. Она даже поработала над вторым альбомом под названием Снова вместе. И сразу же группа Мираж стала очень популярной в СССР. Буквально в каждой семье, включали музыку она связала, а также наступает ночь и прочее. Чуть позже Маргарита спохватилась, её же попросту могли отчислить из консерватории, когда бы узнали, что она имеет какое-то отношение к записям песен группы Мираж. Она попросила никогда не записывать, что это её голос. На сцене под её фонограмму исполняли песни Ирины Салтыкова, Татьяна Овсиенко. А вот Суханкина оставалась неизвестной. Только через какое-то время ей разрешили стать вокалисткой Миража. К 2016 году Маргарита стала выступать на сцене сольно. Правда Летягин запретил ей исполнять песни группы Мираж. По этому поводу даже шли судебные разбирательства в Верховном суде. Продюсер посчитал свой ущерб, он составил 25 миллионов рублей. Правда выиграл он всего 130 тысяч рублей. И то выплачивал эту сумму не Суханкина, а организатора её концерта в Волгограде. К сожалению, Суханкина не удалось построить счастливый брак и родить детей. Но певица при этом не сломалась, она нашла выход из ситуации. Первый муж превратил Маргариту в домработницу и запрещал выступать на сцене. Из-за этого они развелись. Потом она ещё трижды выходила замуж, и все три раза были неудачными. Ходили слухи, что они встречаются с Летягиным, но сам продюсер их опроверг. К сожалению, Суханкина не могла иметь детей по состоянию здоровья, но увидела передачу про приёмных детей и сразу же поехала их усыновлять. Девочка Лера и его брат Сергей сразу же приняли её как родную. Суханкина приложила большое количество усилий, чтобы психика и здоровье детей после тяжёлых условий жизни восстановились. Маргарита сама воспитывает приёмных детей и счастлива. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.